Всем привет! Вы на канале Линель и с вами я, Елена Чернявская. Сегодня мы обсуждаем интимную, но очень важную для женщины тему, такую как интимное здоровье и интимные упражнения с помощью такого тренажера, как вагинальные шарики. Поэтому смотрите видео до конца, будет очень интересно. А еще в этом выпуске я проведу розыгрыш одного ценного подарка. Не пропустите! Многие не задумываются, но у нас там существуют такие же мышцы, как и во всем теле. Вагинальные мышцы, которые тоже со временем, к сожалению, ослабевают, теряют свой тонус. Также на это влияют и роды, и гормональные изменения. Это приводит к таким проблемам, как замедление кровообращения, значит возникновение застойных явлений, плюс такая интимная проблема, как недержание. Но ничто не мотивирует женщин так к занятиям своим интимным здоровьем, как повышение либидо и усиление ощущений во время интимной близости. Много легенд ходит про упражнения для интимного здоровья. На самом деле эти упражнения открыла для себя еще очень давно и долго их выполняла. Но через какое-то время я открыла для себя вагинальные шарики, которые перевели эти упражнения просто на новый уровень. И я вам могу сказать, что благодаря этим упражнениям я избавилась от многих проблем. Я заметила разницу в своей интимной жизни. Более того, мои роды прошли прекрасно, гладко, без разрывов. За все это, я считаю, я обязана этим упражнениям. И сегодня я хочу с вами ими поделиться. Про упражнения для вагинальных мышц ходит очень много легенд, очень много есть спорных моментов. Им приписывают различные чудесодейственные эффекты. Но я вам расскажу сейчас только о тех, которые подтверждены научными фактами. Во-первых, благодаря тренировкам вагинальных мышц уменьшается вагинальный объем. А это значит, что ощущения во время интимной близости будут ярче и у вас, и у вашего партнера. Более того, оргазм будет достигаться намного быстрее. Во-вторых, сокращение вагинальных мышц усиливает выработку половых гормонов. А значит, усиливается либидо, появляется яркость ощущений и оргазм. Активизируется кровообращение, а значит, предотвращаются застойные явления в тазу. И уменьшается риск многих кинекологических заболеваний. Более того, упражнения помогают предотвратить разрывы во время родов, а также обеспечивают более быстрое послевродовое восстановление за счет интенсивного притока крови. И последняя такая интимная, но очень важная после определенного возраста проблем – это недержание, частичное недержание. Так вот, упражнения помогают предотвратить такую деликатную проблему. Внимание! Упражнения имеют противопоказания, которые перечислены на экране. Если вы сомневаетесь, лучше проконсультироваться со своим гинекологом. Поговорим о том, как правильно выбрать вагинальные шарики. Их представлено на рынке огромное множество. Я советую начинать с вот таких вот шариков, которые находятся на ниточке, которые между собой связаны. И в случае чего их можно всегда за эту веревочку вытянуть. Посмотрите, вот эти шарики можно вытащить и отделить. Это будут легкие шарики, которые пригодятся новичку для того, чтобы просто научиться чувствовать свои интимные мышцы. И когда вы уже перейдете из разряда новичков в продвинутые, можно использовать более тяжелые шарики и шарики со смещенным центром тяжести. А теперь давайте поговорим о том, как мы будем ими работать. Прежде чем перейти к работе с шариками, давайте научимся чувствовать мышцы, которыми будем работать. Представьте, что вы производите акт мочеиспускания. А теперь вам нужно резко прекратить его. Почувствуйте те мышцы, которыми вы это делаете. Что хоп и прекратили. Попробуйте сократить. Сократили и задержали. Но очень важно, что при этом мы не задействуем ни брюшные мышцы, ни ягодичные мышцы, и не мышцы ануса, только мышцы, которые участвуют в процессе мочеиспускания. Почувствуйте, что вы их сократили. Расслабьте. Сократили. Расслабили. Если у вас получилось, поздравляю. Это именно то, с чего нужно начинать. Для начала вы можете делать эти упражнения просто сами по себе. Выделили себе несколько минут в день. Это может быть вообще где угодно, когда угодно. Сами понимаете, что внешне ничего не происходит. А там колоссальная работа. Напрягли, расслабили. Напрягли, расслабили. Потом постарайтесь продержать какое-то более долгое время. Например, секунд 5 или 10. Поверьте, это будет не так просто, как кажется с первого раза. Когда у вас получилось почувствовать мышцы, будем использовать шарик. Вы можете положить туда сразу два шарика, либо, допустим, один шарик. Положили его внутрь. И теперь постарайтесь напрячь мышцы таким образом, чтобы шарик получилось удержать внутри. Напрягите и сожмите его. Почувствуйте своими мышцами, что вы сжали шарик. Скорее всего, у вас сейчас будет напрягаться только самый нижний отдел влагалищных мышц. Это именно вход во влагалище. Его напрячь проще всего. И для начала это будет уже отлично. Попробовали. Напрягли, зажали, отпустили. Напрягли, зажали, отпустили. Теперь попробуйте зажать и, например, встать с этим шариком. Вам будет сложнее, но мышцы будут работать более активно. Дальше сложнее. Попробуйте задействовать и напрячь среднюю часть. Это и есть само тело влагалища. Представьте, шарик. Мы сначала напрягли вход. Теперь мы работаем с серединой. Прямо почувствуйте. Поначалу сразу говорю, это будет сложно. Это уже для тех, кто прочувствовал свои мышцы хорошо. Сжали, 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 отпустили. Сжали, отпустили. Очень важно не просто постоянно сжать и держать, а именно чередовать напряжение и расслабление. Это очень важно. Как только вы почувствовали работу средней части, попробуйте напрячь самую верхнюю часть, которая ближе к шейке матки. Напрягите ее. Почувствуйте, что это совсем другой сектор, совсем другой отдел. Попробуйте. Напрягли и расслабили. Напрягли и расслабили. А теперь мы будем этот шарик прокатывать вдоль всего влагалища. Каким образом? Поставили. Напрягли самый нижний отдел. Шарик сместился в середину. Затем вы удерживаете нижний и начинаете напрягать средний отдел. У вас шарик смещается в самый верх. Теперь очень важно напрячь мышцы верхнего отдела и расслабить среднюю часть. А потом напрячь среднюю часть и вытолкать шарик в нижний отдел. Сейчас, конечно, вам кажется, боже, как это сложно. Но на самом деле для тех, кто постоянно тренируется, нет ничего сложного, чтобы катать шарик вверх и вниз. При этом, я уверена, вы получите незабываемые ощущения. Приятные, являются таким дополнительным бонусом к этим упражнениям. Очень многие женщины, которые начали выполнять эти упражнения, почувствовали, что их интимная жизнь изменилась. Она стала более яркая, более насыщенная, более быстрые и сильные оргазмы, как бонус к тому, что вы оздоравливаете свою женскую интимную сферу. А теперь, внимание, я хочу сделать вам подарок. И вот такие вагинальные шарики я отправлю победительной цветой, которую я выберу из комментариев. Для того, чтобы получить подарок, поставьте лайк на это видео и напишите в комментариях, за что вы смотрите мой канал. Что вам больше всего интересно или что хотели бы улучшить. В общем, дайте честную оценку. А на сегодня у меня все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. А с вами была я, Елена Черняцкая. Всем пока!